Добрый день, дорогие друзья! И в сегодняшнем нашем обзоре мы рассмотрим с вами штатные двигатели Geely N-Grant X7 GLC 4G18, моторной линейки G-Power Geely. Итак, бензиновый 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель атмосферного типа объема 1,8 литра заводской серии 4G18 моторного семейства GLC, он же 1,8 MPI с системой фазорегуляции Dual VVTA, производится китайским автоконцертным Geely с весны 2016 года и по настоящее время. Сборка силового агрегата осуществляется лишь на китайских заводах компании. Рассматриваемый атмосферник был разработан китайскими инженерами и по мнению специалистов. Данный движок является слегка модернизированной и более инновационной версией мотора с индексом GLY 4G18 объемом 1,8 литра. Справочно замечу, что у нового двигателя появилось два фазорегулятора системы DVVT вместо одного. Обозреваемая в публикации силовая установка GLC 4G18 1,8 MPI была впервые представлена мировой общественности в мае 2016 года на международном шанхайском автомобильном салоне под видом одного из штатных двигателей среднеразмерного седана бюджетного класса GLY M Grand ES7 в кузове FE3. А с августа 2016 года этим мотором китайцы стали оснащать компактный кросс-хэтчбэк GLY GS в кузове FE7, который имел умеренную востребованность на белорусском и российском рынках. Справочно замечу, что на сегодняшний день бензиновым мотором серии GLC 4G18 оснащается лишь одна модель китайской марки. Это городской кроссовер GLY M Grand X7 2-го поколения в кузове NL4. Также стоит заметить, что в гамму бензиновых моторов GLY G-Power GLC, кроме обозреваемой в нашем видео силовой установки, входит еще один двигатель с индексом GLC 4G15 объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива. Итак, какой же конструкцией, строением и характеристиками обладает мотор GLY GLC 4G18 объемом 1,8 литра? Это атмосферная силовая установка компании GLY, заводской серии GLC 4G18, общим объемом цилиндров 1,8 литра, который базируется на платформе рядного гильзованного алюминиевого блока, цилиндры вмонтированы тонкостенные стальные гильзы и алюминиевой 16-клапанной ГБЦ. Без гидрокомпенсаторов клапанные зазоры регулируются вручную автовладельцами. Понятно, что не сами автовладельцы регулируют, а на станциях технической обслуживания эту работу проделывают соответствующие специалисты. Бензиновый двигатель семейства G-Power с индексом GLC 4G18 оснащен двумя верхними распредвалами технологии управления функционированием клапанов DOX16V или DOHC 16V. Газораспределительный механизм усилового агрегата приводит в работу бесшумная пластинчатая цепь ГРМ, а система изменения фаз газораспределения оснащена двумя фазовращателями. Один из которых установлен на впускном распредвалу, а второй стоит на выпускном распредвалу. Итого технология называется Dual VVT. Для справки замечу, что со слов многих автоспециалистов, с которыми я общался, рассматриваемый мотор был разработан китайскими инженерами по аналогии с двигателями Toyota. Это серия 1ZZ объемом 1.8 литра, которая устанавливалась в свое время под капот Toyota Corolla. И по аналогии с двигателем Mitsubishi. Серия DVS 4G18 объемом 1.6 литра. Эта серия ставилась под капот Mitsubishi Lancer. А теперь давайте пройдемся кратко по основным характеристикам двигателя GLC 4G18 объемом 1.8 литра, которым осащается такой популярный компактный кроссовер как Geely M Grand X7. Итак, моторная линейка и маркировка Geely G-Power GLC 4G18. Тип двигателя атмосферный бензиновый. Особенности конструкции гилизованный алюминиевый 4-цилиндровый блок без балансирных валов и алюминиевая 16-клапанная ГБЦ без гидрокомпенсатора. Газораспределительный механизм, он же привод управления клапанов DOHC 16V, то есть два верхних распределительных вала на 16 клапанов. Количество цилиндров 4. Рядный формат расположения по схеме R4 или R4. Количество клапанов 16, то есть по 4 клапана на каждый цилиндр. Общий объем цилиндров двигателя составляет 1799 кубических сантиметров. Диаметр каждого цилиндра 79 миллиметров ровно. Рабочий ход поршня 91,4 миллиметра. Система питания топливом и тип впрыска. Система питания инжекторная. Тип впрыска распределенный, он же многоточечный. Технологии MPI, Multipoint Injection. Максимальная мощность двигателя составляет 131 лошадиная сила или 96 кВт в час при 6000 оборотах в минуту и 133 лошадиных силы или 98 кВт в час при 6000 оборотах в минуту. Предельный крутящий момент двигателя составляет 170 или 172 Нм. Степень сжатия ровно 10 бар. Как мы сказали ранее гидрокомпенсаторы в моторе не установлены. Регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется вручную. Газораспределительный привод. Пластинчатая цепь ГРМ. Механизм изменения фаз газораспределения. Электронно управляемая система изменения хода и времени подъема опускания клапанов Dual VVT. То есть установлено, как мы сказали ранее, два фазовращателя. Один на впуске и один на выпуске. Система турбонаддува не предусмотрена. Залитое масло, тип, объем, вязкость и бренд. Масло синтетическое. Объем завода 3,6 литра. Классификация по вязкости САЕ 5В30 и САЕ 5В40. С завода залита Shell Helix Ultra Professional в соответствии с допусками изготовителя. Допустимый расход масла на одну тысячу километров пути, исходя из данных завода-изготовителя. До 180 грамм. Используемое горючее бензин. Минимально допустимая марка топлива для заправки АИ-92. Экологический класс Евро-5. Масса по каталогу изготовителя с навесным оборудованием составляет 117,2 килограмма. Место расположения семеринного номера. Семеринный номер располагается на стыке блока цилиндров с коробкой переключения передач со стороны впускного коллектора. Потенциал двигателя для тюнинга. Максимальный потенциал двигателя это 175 лошадиных сил при использовании чип-тюнинга и турбины. Заявленный ресурс работы. В районе 290 тысяч километров. Допуск на капремонт. Допуск на капремонт конструктивно не предусмотрен производителем, так как двигатель весь алюминиевый. Фактически расточить его нет никакой возможности. А теперь мы переходим к реальному расходу топлива двигателя GILI GLC 4G18 объемом 1,8 литра. Реальный расход горючего у бензинового двигателя GILI GLC 4G18 мощностью 131 л.с. На примере переднеприводного паркетника GILI M GRANT X7 2022 года выпуска в кузове NL 4. Версия модели предназначена для российского и белорусского рынков. Работающего в тандеме с 5-ю скоростной механической коробкой переключения передач серии F517A. F517A составляет в городе 10,3 литра, на трассе 6,7 литра. И смешанный расход город-трасса расход составляет ровно 8 литров. Это реальный расход топлива, исходя из отзывов автовладельцев автомобиля. А теперь давайте еще раз коротко напомним, какие же автомобили оснащаются или оснащались двигателем GILI GLC 4G18 объемом 1,8 литра. Модели марки GILI. GILI M GRAND EC7 первое и второе поколение, марка кузова FE7. Годы выпуска с 2016 по 2021. GILI GS первое поколение, марка кузова FE7. Годы выпуска с 2016 по 2022. GILI M GRAND X7 кроссовер второе поколение, марка кузова NL4. Годы выпуска с 2016 по 2022. А теперь мы плавно с вами переходим к достоинствам и недостаткам двигателя GILI GLC 4G18 объемом 1,8 литра. Итак, за стоинством атмосферного бензомотора можно отнести то, что на профильных формах этот китайский мотор хвалят за минимализм в плане новомодных электронных систем и отсутствие критических слабых мест. Во-вторых, это наличие запасных частей на рынке и недорогое обслуживание является еще одной сильной стороной этого китайского силового агрегата. Китайский атмосферник совершенно не требовательен качеству заправляемого топлива. Это в-третьих. В-четвертых, двигатель оснащен пусть технологически устаревшим, но довольно надежным типом распределенного вспрыска топлива MPI, который работает с помощью простых, неновомодных форсунок без ТНВД. В-пятых, приводная цепь механизма газораспределения офф-обозреваемого мотора способна ходить до 200, даже 220 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях даже более. И в-шестых, многие автомеханики рассматриваемый двигатель по праву относят к добротным инженерным моторам, а все благодаря тому, что он очень редко доставляет серьезную головную боль владельцам автомобиля по крайней мере до 200 тысяч километров пробега. Недостатком атмосферного мотора можно отнести, во-первых, то, что в головке блога цилиндров отсутствуют, точнее конструктивно не предусмотрены гидрокомпенсаторы, поэтому автовладельцам необходимо каждые 90-100 тысяч километров пробега производить регулировку тепловых зазоров, клапану вручную. Во-вторых, китайские двигатели сложно назвать экономичным, расход мотора в городском цикле редко снижается ниже 10 литров на сотню. Также к недостатку можно отнести и то, что в случае растяжения или перескока цепи ГРМ неименуемо происходит дружественная встреча поршней с клапанами, отчего последним приходится не сладко, ведь их нещадно гнет. И еще один недостаток данного двигателя можно назвать масложор или повышенный расход смазки на угар, который может происходить у этого двигателя уже на детских пробегах, начиная от 15-20 тысяч километров и выше. Расход смазки на угар происходит практически у всех двигателей китайского производителя компании Geely, и данный двигатель не стал исключением. А теперь давайте чуть более подробнее поговорим о распространенных проблемах и заводских недоработках двигателя GLC 4G18 объемом 1,8 литра компании Geely. К наиболее распространенной заводской болячке китайского мотора многие специалисты относят частые течи смазки по причине низкокачественных уплотнительных сальников и прокладок. Зачастую течи масла у обозреваемых двигателя начинают проявляться по прошествии 100 тысяч километров пробега. Наиболее слабым местом, где чаще всего проявляются течи масла, считается прокладка, расположенная под крышкой клапанов. Как отмечают автомеханики, проблема легко разрешается заменой заводской прокладки на сторонние, желательно от другого производителя. Во-вторых, это частые болячки китайского двигателя и не только этого, но и всей серии GLC. Многие автомеханики относят троение и вибрацию на холостых оборотах. В большинстве случаев данная неприятность проявляется у мотора по прошествии 130-150 тысяч километров пробега по причине образования сажи или нагара на дроссельной заслонке. Решается подобная неприятность с прочисткой дросселя с помощью специальной автохимии. Ну и третьей, наверное, наиболее распространенной проблемой этого двигателя является, опять же, масложор. Тут, скажем, более подробнее о расходе. По мнению специалистов, именно после 120-130 тысяч километров пробега у данного двигателя возникает повышенный расход масла на угар. Расход смазки в расчете на 1 тысячу километров пробега в среднем составляет от 250 до 400 грамм, иногда чуть более. Главной причиной масложора считается глубокое залегание поршневых колец и или ускоренный износ ключевых деталей двигателя. Ну а теперь мы плавно с вами подошли к интервалам межсервисного обслуживания двигателя GILLE GLC 4G18 объемом 1,8 литра. Итак, масло сервис. Периодичная замена масла. По регламенту это один раз в 15 тысяч километров пробега. Автомеханики же советуют менять каждые 7-9 тысяч километров пробега. Объем залитого масла с завода 3,6 литра. Объем масла для замены примерно 3,4 литра. Какое масло заливать? Синтетическое. Класс вязкости 5В30 или 5В40, соответствующая допускам завода-изготовителя. Газораспределительный механизм. Тип привода. Газораспределение. Пластинчатая цепь ГРМ. Она же бесшумная еще называется. Пластинчатая цепь ГРМ. Заявленный ресурс работы привода. 220-230 тысяч километров пробега. Фактический ресурс работы привода. 200-220 тысяч километров. То есть, в принципе, факт и заявленный ресурс практически соответствуют. Случаи растяжения или перескока привода ГРМ. К сожалению, поршни неминуемо гнут клапана. Тепловые зазоры клапанов. Интервалы настройки или регулировки зазоров. Каждые 90-100 тысяч километров пробега по регламенту. Принцип регулировки зазоров. Подбор толкателей. Интервалы замены расходников. Масляный фильтр. По регламенту каждые 15 тысяч километров пробега. Автомеханики же советуют менять каждые 7-9 тысяч километров пробега вместе с маслой. Воздушный фильтр. Каждые 30 тысяч километров пробега. Топливный фильтр. Расположенный в моторном отсеке. Каждые 60 тысяч километров пробега. Автомеханики же советуют менять один раз 50-55 тысяч километров пробега. Свечи зажигания. Каждые 45 тысяч километров пробега. Ремень навесного. Вспомогательного оборудования. По регламенту каждые 90 тысяч километров пробега. Автомеханики же советуют делать это один раз в 60 тысяч километров пробега. Охлаждающая жидкость каждые 8 лет или один раз в 120 тысяч километров пробега. Фильтр в топливном баке регламентом не меняется. Ну и в заключение обзора добавим, что по отзывам владельцев китайских автомобилей штатный силовой агрегат кроссовера Geely M-Grant X7, седана Geely M-Grant ES7 и кросс-хэтчбека Geely GS, он же GLC 4G18 объемом 1,8 литра с распределенным вплывком топлива MPI мощностью 131-133 л.с. обладает реальным ресурсом работы 300-320 тысяч километров пробега. При этом, по мнению специалистов, при систематичном соблюдении владельцем автомобиля регламента производителя по межсервисному обслуживанию и щадящей эксплуатации атмосферного мотора, его предельный ресурс способен достигать 330-360 тысяч километров пробега до замены. К сожалению, капитальный ремонт этого движка не предусмотрен. То есть, в целом, можно сказать, что данный двигатель получился довольно надежным китайцам. И стереотип о том, что китайские автомобили, китайские двигатели – это одноразовые и недолговечные, можно сказать, канули в лето. С вами был Владимир. Большое спасибо за то, что меня прослушали. Более подробно об этом и другом двигателе вы можете почитать на нашем сайте outbar.ru. Ссылка на сайт и именно на эту статью вы найдете под нашим видео. Большое спасибо за внимание. Берегите себя и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok